Объект. SCP-1002-RU. Класс объекта. EF-CLIP. Особые условия содержания. В зоне вещания SCP-1002 должны постоянно находиться не менее трех групп. Агентов, снабженных оборудованием активного радиоподавления. Одна из групп должна постоянно подавлять сигнал, две другие проверять частоты. На которых ранее было замечено вещание. Раз в 10 минут необходимо прерывать помехи и убеждаться в вещании SCP-1002 на подавляемой частоте. В случае тишины в эфире необходимо проверить все ранее обнаруженные частоты вещания. Если и это не даст никаких результатов, начать поиск по всему спектру радиочастот. Описание. SCP-1002 это радиосигнал неизвестного происхождения. Обнаруженный на территории города и его окрестностей. Попытка нахождения источника окончилась неудачей. Отключение энергии на территории всей области также не дало результата. Частота вещания SCP-1002 меняется случайным образом чаще всего в пределах известных частот. Не установлено никаких закономерностей в смене частоты и длительности вещания на ней. SCP-1002 передает сведения, попадающие в категорию, совершенно секретно, различных стран. Относящиеся к материалам фонда коммерческие тайны и т.д. Язык вещания чаще всего русский, английский или китайский. Хотя некоторые наречия так и не удалось опознать. Текст зачитывается монотонным низким мужским голосом. Зачастую вещание ведется в ускоренном в десятки раз темпе. Информация передовая SCP-1002 может быть как актуальной, так и устаревшей. Не было замечено ни одного случая передачи информации о будущих событиях. В промежутках между зачитыванием различных документов иногда можно услышать слоган SCP-1002. Радио «Правда». Все должны это знать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok